Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Начнем, наверное, с ситуации в ГАЗе и вокруг, что происходит. Да. Ну, еще как бы не по протоколу, то, что называется, еще до ГАЗа просто очень забавный момент. У нас в Израиле затяжная зима, то есть, ну, зима по нашим понятиям. Тут некоторые остряки даже сказали, что, мол, это вот бабье зима, не бабье лето, а бабье зима. То есть зима-то, по идее, давно уже должна была кончиться, тем не менее, продолжают идти дожди, и, в общем, достаточно прохладно. То есть иногда даже в кортке нужно выходить на улицу. Так вот, на фоне этой зимы и непрерывных дождей, которые у нас еще обещают четыре дня подряд, в Тель-Авиве сегодня левые организовали марш, так называемый климатический марш в борьбе с всеобщим потеплением, и, видимо, в русле вот программы, зеленой программы этой вашей сумасшедшей Акасио, или как ее там зовут. Вот, это ужасно смешно. Я не знаю, даже, так сказать, это уже даже не клинический идиотизм, это что-то вообще запредельное. Под дождем и дрожа от холода они прошествовали сегодня с требованиями, так сказать, бороться за, против потепления климата. Ну, это просто, так сказать, к слову о наших... Тогда это напомнило мне одну русскую шутку. Вы думали, что зима уйдет по-английски, не попрощавшись, а нет, по-русски, 10 раз на пассажок, а потом еще переночевала. Вот что-то в этом духе у нас в этот раз происходит за 29 лет в Израиле. Я такую зиму еще не помню, такую долгую и затяжную. Ну, такие вот у нас удивительные события происходят. Ну, а теперь о том, что происходит в Газе. Опять же, в контексте того, что в Газе сегодня должна была пройти, как они называли, марш миллиона, на который собралось несколько сотен человек, к слову. Видимо, сверху имеется в виду, так сказать, я имею в виду даже не человеческие уже, так сказать, сферы, а небесные сферы. Там решили как-то их успокоить и тоже окропили сверху дождиком. Вот, по идее, конечно, никаких дождиков в такое время уже не должно случаться, но, тем не менее, дождь опять шел. Вот, может быть, это тоже несколько охладило пыл демонстрантов в Газе. Значит, так или иначе, мы помним на прошлой неделе, мы, по-моему, об этом говорили достаточно подробно, Хамас, в принципе, вкусив прелести управления независимым, фактически, государством, которым является Газа, он, в общем, как бы, с одной стороны, конечно же, в ответ на любой вопрос кричит смерть оккупантам и врагам человечества израильтянам, Израиль уничтожает ему инфраструктуры. В принципе, как бы, раньше Израиль бомбил инфраструктуры, Хамас отвечал, и для Израиля такие вот нанесения ударов по инфраструктурам Хамаса всегда были сопряжены и с давлением международным, и с угрозами Хамаса, так сказать, начать полномасштабные военные действия, которых, конечно, Хамас, которых Израиль, конечно же, не заинтересовал. Теперь же ситуация такая, что вот Исламский джихад, судя по всему, это организация, которая, как бы, Хамас, он главный в Газе, Исламский джихад, он поменьше и послабее, но он борется за право быть главным, и поэтому, когда Иран предложил устроить что-нибудь, так сказать, какую-то заварушку перед выборами, в надежде, что вот ситуация будет проигрышная со всех сторон для Натаньяу, это нанесет ему политический удар, и вдруг, вдруг все-таки Натаньяу проиграет Гансу, которого иранцы так хотят видеть во главе Израиля, с которым так легко будет разобраться, в отличие от Натаньяу. Так вот, Иран попросил Хамас пульнуть по Израилю ракетой, Хамас сказал, что нет, спасибо, мы вас очень уважаем, но нарываться сейчас перед выборами не хотим совсем. Тогда Иран попросил Исламский джихад, который, конечно, с удовольствием откликнулся на просьбу, поскольку для него это как раз исключительно выигрышная ситуация. Он стреляет по Израилю, зарабатывает очки, как боец с Израилем, и заодно подрывает авторитет Хамаса, потому что Хамас потом получает от Израиля по голове. Вот Хамас начал получать от Израиля очередной раз по голове, потому что Израиль говорит, нам, в общем, все равно, кто беспредельничал. Хамас смотрящий, значит, он и отвечает. И, в общем, как бы, несмотря на то, что критики Натанияу обвиняли в том, что израильская авиация наносит удары по пустырям, то, что называется, это на самом деле не пустыри, это инфраструктура Хамаса. И в этот раз как бы было расширено не только на военные объекты, но и на офисы хамасовских лидеров. То есть самих лидеров не трогают. Это отдельная тема, почему не трогают лидеров Хамаса, потому что израильское правительство сейчас не заинтересовано в создании хаоса на территории Газы. То есть считается так, Хамас смотрящий, Хамас как бы держит это все в своих руках. Если мы их уберем, то придет исламский джихад, еще более отмороженный. Если уберем из одной исламский джихад, то придут, так сказать, десятки всяких салафитских группировок, включая исламское государство. И справляться с этим будет гораздо сложнее. Поэтому пока нет какого-то ясного решения. А ясное решение какое? Зайти туда, вернуть израильский контроль над сектором Газы и инициировать уход арабского населения в сторону Египта. Потому что, конечно, 2 миллиона или полтора миллиона, я думаю, что ближе все-таки к полуторамиллионам или меньше, в израильской прессе, вообще в международной прессе говорят, о двух миллионах жителей Газы живут в условиях нехороших. Не потому что Израилем мешает, а потому что Хамас плохо умеет управлять государством. И если бы только Египет согласился открыть свои шлюзы, то большая часть жителей Газы, и это известно хорошо, оттуда бы схлынуло. Поэтому, в принципе, реальное, единственное разумное решение, это Израиль заходит в Газу, Америка продавливает у Египта согласие, открыть шлюзы и выпустить в сторону Синая всех желающих. Ну и дальше уже, так сказать, Израиль будет разбираться с сектором примерно по модели Иудеи и Самарии или даже по модели голландских высот. Но до этого далеко, потому что в обществе израильском совершенно не готовы к тому, чтобы Израиль вернулся в Газу. Мы знаем, что в израильском обществе порядка половины населения готовы поддержать партии, которые хотят распространить этот ужасный эксперимент с Газой, который был сделан 14 лет назад, когда Израиль ушел и оставил это Хамасу, по сути дела. Повторить это в Иудеи и Самарии, то есть создать еще большую проблему. Сторонники левых партий как бы не видят... С одной стороны, они как бы понимают, как плохо стало в Газе, с другой стороны, не понимают, что если действительно провести очередное размежевание, расставание с Иудеи и Самарии, то есть вывезти оттуда наши войска и убрать оттуда наши поселения, то все станет еще хуже в десятки раз. Так вот, пока общество таким образом в Израиле росло, это, конечно, говорить о том, что Израиль может как-то решить проблему Газы, не очень актуально. Поэтому приходится минимизировать ущерб. Мы об этом говорили. И вот в рамках минимизации ущерба колотят по имуществу Хамаса, наносят ему болезненные, но не смертельные удары, и Хамас в этом совершенно не заинтересован. Сейчас Израиль как бы дал понять, что даже это уже недостаточно. То есть на самом деле, как бы Израиль понимает ситуацию Хамаса. Но и Хамас должен понять ситуацию Израиля. У нас выборы. И Натаниал не может просто так уже пострелять по инфраструктурам, разрушить офис главы Хамаса и на этом успокоиться. У него выборы, и он будет действовать более жестко. К сектору Газа подвели войска и дали понять через египетских посредников, что если Хамас не станет очень-очень аккуратным и послушным, то может начаться и военная операция. Израиль не хочет этой военной операции, потому что большого толка в ней нет. Потому что мы зайдем, положим там наших солдат, и что? И потом все равно выйдем и расставим Хамасу эту территорию. Потому что других вариантов, как я уже сказал, пока не существует. Но если Хамас нарвется, то будет так. И Хамас от этого станет совсем плохо. Поэтому Хамас, в свою очередь, передал сначала египтянам что-то такое очень буркнуло неразборчивое. Потом, когда Израиль сказал, хорошо, египтяне, давайте тогда уходите из сектора, чтобы вас случайно не зацепило. Хамас быстро исправился, сказал, что они будут проводить сегодня и завтра демонстрации, но исключительно мирные. То есть без большого насилия. Ну, Израиль сказал, окей, если без большого насилия будете вести себя тихо, можете там, так сказать, за забором верещать все, что вы хотите. И вот сегодня небольшая, в несколько сот человек, демонстрация, так сказать, прыгала возле забора, но достаточно сдержанно. То есть не так, как в прежние разы. И обозреватели говорят о том, что впервые, там буквально за много месяцев, так тихо и спокойно все это проходит. Посмотрим, как будет завтра ситуация. И если мы увидим, что завтра тоже и Хамас, и исламский джихад сдерживают своих гоблинов, и те не рвутся на забор, не пытаются прорваться в Израиль, не создают провокационных ситуаций, мы увидим, что таким образом все-таки правительство Израиля достигло желаемого. Не нагнетая ситуацию и не переходя в открытый военный конфликт, заставило Хамас пойти на уступки. Но посмотрим, что будет завтра. В любом случае, как я уже сказал, все это временные модели, все это минимизация ущерба. Потому что единственным решением с Газой может быть то, что сейчас, по крайней мере, в Иудее и Самарии, где израильские войска контролируют ситуацию и не дают Хамасу подняться и осуществить какие-то теракты серьезные. До тех пор, пока израильского контроля над Газой не будет, конечно, контролировать ситуацию мы не сможем, и мы будем получать регулярно такие вот ракетные обстрелы по центру страны, которые полностью меняют весь порядок приоритетов и навязывают нам повестку дня, которую хочет Иран. Параллельно, кстати, к слову, за эту неделю произошел еще интересный момент. Израильские ВВС бомбили позиции в Газе. В какой-то ночи, в одной из ночей, они поднялись, но полетели не в Газу, а в Сирию и отбомбили объекты в Сирии. Это к вопросу о том, что Россия навела там свои установки С-300, С-400, и Израиль боится. Когда нужно было, полетели и бомбили, не очень понятно, что там, кроме складов с оружием, но, судя по всему, погибли какие-то высокопоставленные иранские военные или представители проиранских милиций, руководителей. То есть Иран тоже получил от Израиля привет, ему передали и объяснили, что, конечно, он может хулиганить, но тот, кто контролирует ситуацию в регионе, тот, кто на самом деле намного сильнее, это именно Израиль. И, так сказать, я думаю, что Иран не признается в том, кто погиб в этом последнем налете ВВС, которым Израиль, кстати, тоже не признался, что это он. Все понимают, что это были израильские ВВС. Но, судя по всему, речь идет о высокопоставленных иранских офицерах, и это, конечно, для Ирана очень болезненный удар. Он получил, так сказать, то, что заслужил за свое хулиганство с ракетой, пущенной по центру страны из Газа. Спасибо. Давайте теперь поговорим, всплыли некие подробности отношений оппонента Нетаньяху, я имею в виду генерала Ганца, с Кремлем и полиции Израиля. Вот об этом, если можно. Да, значит, очень интересное развитие событий в Израиле перед выборами, так сказать, набирает обороты, как говорила Алиса в Стране чудеса, все страннейшее и страннейшее. С одной стороны, мы только на этой неделе услышали, в начале недели, что все обвинения, в которых обвиняли Трампа о его связях с Россией, все оказалось липой. То есть Мюллер трудился-трудился и в итоге не натрудил ничего. И те люди, которые говорили, что вот-вот Трампа снимут за то, что он был русский шпион, теперь вынуждены съесть свои шляпы, они, конечно, шляп не следят, потому что мы понимаем, что теперь они будут придумывать что-то другое, но тем не менее, те люди, которые, в общем, все-таки не перешли грань вменяемости, они понимают, что видно, все-таки слева их сильно дурачили. И об обвинениях Натаньяла тоже немножко уже подзабыли в Израиле. Тех обвинениях, которые выдвинули против него левые, по сути дела, подведя все к тому, что государственный прокурор рассмотрел расследование полиции, и мы говорили об этом подробно, значит, нашел, что есть некие подозрения, которые следует более серьезно рассмотреть. То есть, на самом деле, только где-то через полгода адвокаты Натаньяла начнут объяснять генеральному прокурору по тем подозрениям, в которые генпрокурор глядел по этих расследованиям, что и как, и, возможно, все на этом и закончится. Но уже пытались создать такую динамику, что, мол, Натаньял коррумпированный и вор. Тем не менее, не очень получилось у наших левых, зато есть отчет госконтролера израильского, в этом отчете выяснились ужасно интересные и очень неожиданные моменты. А именно стало известно о странной связи между полицией под руководством бывшего начальника полиции Аль-Шейха, того самого Аль-Шейха, который, в общем, инициировал все эти расследования против Натаньяла. Четыре или пять, я уже сейчас не помню, четыре главных дела, которые он вел против Натаньяла. Так вот, между ним и возглавляемой имполицией была странная связь между ним и компанией Пятой измерения. Что за компания Пятой измерения? Это высокотехнологическая компания, которую возглавлял тадам, возглавлял ее генерал Ганс, который тогда еще не был претендентом на пост премьер-министра Израиля, не возглавлял какую-то партию, он был просто начальником генштаба в отставке, который, так сказать, занялся бизнесом и возглавлял он компанию Пятое измерение. И эта компания должна была предоставить полиции Израиля некие услуги в сфере искусственного интеллекта на сумму 50 миллионов шекелей. То есть, считайте, где-то порядка там, ну, порядка 15 миллионов долларов. Сумма немаленькая. И вот госконтролер нашел, что Аль-Шейх, глава полиции израильской, и Ганс, которого мы теперь знаем как главного оппонента Натаньяла, встретились энное время назад, это было еще достаточно давно, чтобы договориться, как Гансу Гансу и его компании, получить этот заказ от полиции в обход конкурса. При этом в компании, которую возглавлял Ганс, в тот момент не было еще ничего сделано вот конкретно в профиле того заказа, того проекта, о котором шла речь. То есть, это не была компания, у которой уже таких проектов десяток, и она как семечки щелк. Нет, такого вообще ничего не было. Не было и никакого опыта в этом направлении. То есть, не то, что они там работали, разработали какие-то идеи, которые уже несколько лет крутятся, и вот только-только искали бы какого-нибудь заказчика. Более того, не было даже ни одного серьезного клиента. То есть, это компания, по сути дела, была как бы фикцией такой. Пустая компания встречается с представителем полиции и договаривается, как из полиции перевести 50 миллионов шекелей, 15 миллионов долларов вот этой самой пустой компании во главе с Гансом. Более того, полиция, в свою очередь, как пишет государственный контролер, не обращалась к никаким аналогичным компаниям в стране, в Израиле и в мире. То есть, казалось бы, есть серьезный проект, серьезные организации, полиция Израиля, что-то с базами данных, что-то с искусственным интеллектом. Таких компаний в одном Израиле, ну, по крайней мере, несколько штук, не говоря уже о компаниях за границей. Ну, хорошо, за границей, допустим, полиция, служба безопасности, мы не хотим рассекричивать какие-то данные. Пусть так будут только израильские компании. Но почему ни с одной компанией не было даже никаких разговоров об этом? Более того, говорит государственный контролер, компания Ганса, у которой не было, как мы сказали, ни серьезных клиентов, никакого опыта в этом направлении, ничего сделанного тоже не было. Она еще и представила некие ложные данные, но, опять же, мы цитируем отчет государственного контролера, который что-то видел, какие-то документы. Какие конкретно, что за ложные данные, я, по крайней мере, не знаю. Но так, как бы, выходит из отчета государственного контролера, что были некие ложные данные, чтобы получить этот самый заказ. И вот в результате всей этой, так сказать, махинации компания Ганса получила пилотный проект, то есть право на пилотный проект, получила на это несколько миллионов шекелей из государственной казны, то есть от полиции, а полиция это что, это же не частная лавочка, это государственные деньги. То есть несколько миллионов государственных денег получила компания Ганса на то, чтобы сделать пилотный проект этого самого заказа с искусственным интеллектом. А что было дальше? А дальше было еще веселее. Компания разорилась. И эти деньги все ушли. Государственные деньги, несколько миллионов полученных, переданных, так сказать, альшейхом главой полиции Гансу, будущему оппоненту Натаньял, бесследно были. Ну, может, они не растворились, там же были люди, они что-то работали, они как-то наработали, какую-то бумагу написали там. Но эти деньги не закончились ничем. Но это еще не все. Самое интересное начинается на следующем этапе этого марлезонского балета. А кто был инвестор этой компании Пятое измерение? А инвестором был Виктор Вексельберг. Да, вы не ослышались, это тот самый человек, который является, его называют одной из там правых рук Путина, у Путина несколько правых рук. Так вот, один из приближенных к кремлевскому диктатору Путину, президенту России, Виктор Вексельберг, замешанный в разные скажем так, не самые чистые истории. Если я не ошибаюсь, человек, который, например, не может поехать в США и появиться там, поскольку он попадает под санкции. Так вот, он был инвестором и фактически владельцем этой самой компании. Ганс был директором, руководителем, а Вексельберг, то есть человек Путина, был владельцем этой компании. И вот теперь разные общественные организации израильские говорят государственному прокурору прокурору, а как бы было бы неплохо разобраться с этой историей, начать какое-то расследование. Во-первых, куда ушли деньги? Те самые миллионы, которые были в пилотном проекте отправлены? Во-вторых, как принимались решения? Почему какая-то компания, ну, пусть ее возглавляет начальник штаба, но почему без конкурса? Она получает такой огромный проект, 50 миллионов. В итоге получает, не имея ничего фактически. Не то, что это какая-то компания, которая была известна, и все понимали, что именно ей и заниматься этим вопросом. Нет. Абсолютно нет. Так вот, почему она получила без конкурса этот пилотный проект? Почему этот пилотный проект ничем не закончился, и не было никакого расследования, а где же деньги? И, наконец, не было ли во всей этой истории ситуации, при которой секретная информация, то самое, с которой не хотели делиться и привлекать иностранные фирмы? Не могла ли она каким-то образом попасть к владельцу компании, которая занималась этим самым пилотным проектом, Виктору Вексельбергу, который, в общем, ну, как бы не самый простой и очевидный персонаж, будучи приближенным к Путину? И нет ли вот какой-то, так сказать, нестыковки в том, что сам Вексельберг находится под санкциями, а Ганс, например, так сказать, от такого, получается, если он работал у Вексельберга, значит, он тоже был под санкциями. То есть как-то это все, в общем, не очень стыкуется. И вообще, как весь этот процесс работает? И теперь мы видим, что где обвинение против Натаньяу с его сигарами, с шампанским, с какими-то, значит, там безумными, вымышленными, высосанными с пальца обвинениями, которые говорили, какой кошмар, какой кошмар, ему подарили сигарь на несколько сот тысяч шекелей. Ой-ой-ой. А теперь говорят, вот 4 миллиона из государственной казны утекли к Гансу, утекли, утекли и утекли. И еще и непонятно, что там с безопасностью, с вопросами безопасности государства. Полиция, в свою очередь, там уже сменилось начальство, тем не менее, значит, у нас вынуждены отбиваться. Она говорит, ой, у нас каждый год, мы у всяких заказчиков, у нас 13 тысяч разных заказов, и на сумму 2,5 миллиарда шекелей, то есть 2,5 миллиарда, типа это же гораздо больше, чем 50 миллионов. Согласен, гораздо больше. Но 50 миллионов, это тоже не копейки, которые можно так вот просто отмахнуться. И даже если у вас 13 тысяч поставщиков, которым вы обращаетесь, то если вы не фильтруете своих поставщиков, если у вас среди поставщиков оказывается компания, которая предложит приближенному Путину, и эта компания работает с вашими секретными данными, и это все как бы в порядке вещей, а потом эти деньги еще неизвестно куда ушли, то если бы это случилось не с Гансом, а с Натаниалом, мы можем себе представить, какой бы геволт, какой бы свист, шаум и гам стоял бы по всей стране. И вопрос ставился бы так вообще, можно ли допускать до выборов человека, который был связан с российской компанией, не просто с российской компанией, а компанией, посредственно причиняющейся одному из приближенных Путина, и работал с секретной информацией, и вот деньги куда-то закончились, но поскольку речь идет не о Натаниалу, а о его оппоненте Левом Гансе, то в средствах массовой информации израильских стоит просто оглушительная молча. Ну не во всех, потому что в Израиле все-таки за время Натаниалу возникла целая плеяда альтернативных СМИ, правых СМИ, и есть и телевизионный канал, который об этом говорит сегодня, и есть сайты, которые об этом говорят, и есть газета «Израиль сегодня», которая об этом пишет, то есть есть, конечно же, фейсбук самого Натаниалу, страница Натаниалу, так сказать, у него есть фейсбук, есть еще в нескольких социальных платформах, которые пишут об этом напрямую. То есть сегодня общество уже не может быть лишено вот этого всего, как бы этой всей информации, этой правды. Тем не менее, конечно, мейнстримные СМИ во многом определяют повестку дня, и то, что они оглушительно молчат по этому совершенно вопиющему делу Ганса, это тоже говорит о многом. И, конечно же, вот понятно, что организации, как я уже сказал, есть общественные организации, которые требуют, в том числе ЛИКУД, потребовал от генпрокурора немедленно начать расследование всего этого, потому что так по большому... На самом деле, если положить руку на сердце, это действительно серьезно, это действительно нужно говорить сейчас до выборов, потому что если вдруг окажется, что Ганс передавал какую-то секретную информацию Виктору Бексельбергу, человеку, который приближен к Путину, то вопрос уже стоит не о том, может ли он быть премьер-министром, а вопрос стоит о том, не должен ли он сидеть за решеткой за какие-то, так сказать, нарушения уже в вопросах безопасности, в сфере безопасности. И теперь становится намного понятнее, почему бывший начальник полиции Аль-Шейх так откровенно и так, в общем, энергично и нагло пытался засадить Натаньял, обвиняя его просто в чем попало, и послал следователей, которые в течение нескольких лет потратили там какие-то бешеные суммы, речь идет о сотнях миллионов шекелей, на то, чтобы расследовать вот эти все сигары, шампанское, какие-то безумные цепи связи, которые на самом деле рассыпаются в прах, чтобы каким-то образом винить Натаньял в том, что он коррупировал. Теперь нам становится немножко понятнее, где же был интерес этого самого Аль-Шейха. Возможно, что, так сказать, кошка знала, кто действительно съел сметану и понимала, что либо Натаньял останется премьер-министром, и тогда с Аль-Шейха спросят про этот самый проект и про эти деньги, либо премьер-министром станет Ганс, и тогда, конечно, уже никто разбираться здесь не будет. Но у нас все, на самом деле, еще впереди. 9-го числа, 9-го апреля будут выборы, и только тогда мы уже после 9-го числа мы узнаем, будет ли у этой истории странное и скандальное какое-то продолжение. Александр, спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем наше рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...